Максим, у нас холодильник уже почти пустой. Последние куриные ножки вчера запекла в духовке. А что сегодня будем кушать? Даже картошки не осталось. Озабоченно и встревоженно спросила Арина мужа, который сидел за столом в огромных старых очках и внимательно считал расходы за прошлый месяц. Максим поднял голову и, окинув жену мрачным настороженным взглядом, ответил. «Нам придется потерпеть до следующей зарплаты и питаться тем, что есть. Хорошо, что макароны еще не закончились. Понимаю, что до зарплаты еще полторы недели, но ничего не поделаешь. Придется как-то выживать. Мы справимся, не переживай. Главное, что мы вместе». Мужчина крепко сжал руку жены и легонько поцеловал ее, а затем бережно-ласково положил ладонь на заметно подросший живот Арины и замер в ожидании чуда. У семейной пары через несколько месяцев должен был родиться ребенок, которого супруги ждали с большим нетерпением. Только мысли о будущем сыне не позволяли Максиму упасть духом и погрузиться в беспросветное отчаяние. Когда мужчина начинал жаловаться на жизнь и заниматься самокопанием, он вспоминал о том, что у него есть самая большая в мире драгоценность – семья. Максим работал охранником в частной фирме и зарабатывал мало, как и его супруга, которая была помощницей воспитателя в детском саду. Жили муж и жена весьма скромно в съемной однокомнатной квартире на окраине города. Нередко они ложились спать голодными, но всегда засыпали в объятиях друг друга, счастливые от того, что были вместе. У Максима была мечта – стать востребованным программистом. Но вузов он не оканчивал, был самоучкой, хотя довольно сообразительным. Он даже написал в свободное время уникальную программу, которая должна была бы пользоваться спросом, но куда ни обращался Макс с предложением, никого его новшество не заинтересовало. Максим всю ночь думал о том, где ему достать деньги на анализы, которые скоро должна сдать Арина. Покоя ему не давала и приближающаяся плата за съемное жилье. Он представлял себе, как через неделю пожилая хозяйка квартиры устроит супругам грандиозный скандал, угрожая выставить их на улицу. Максим решил попросить деньги в долг у своего товарища, который приходился ему и коллегой. Придя на работу рано утром, мужчина рассказал Сергею о том, в какой ситуации он оказался. «Серега, мне сейчас жизненно необходима твоя дружеская помощь. До зарплаты еще почти две недели, а нам есть нечего. А ты знаешь, что у меня жена беременная. Еще и за аренду квартиры скоро нужно будет заплатить. Не одолжишь мне денег? Ты же знаешь, я не подведу. Верну все до последней копейки», – умоляющим голосом попросил Максим. «Извини, старик, я бы с радостью, но у меня самого семья – маленькие дети, которым каждый день нужно покупать каши и подгузники. В долг дать не смогу, но готов помочь тебе немного иначе», – ответил, покачав головой, Сергей. «Это как же?», – удивленно спросил Максим у друга. «У меня в пригороде есть небольшой, но уютный и теплый дом, который мне достался от покойной тетушки. Уже три года, как он пустует. Если хотите, переезжайте туда. Скоро у вас появится ребенок. В маленькой комнатке вам втроем будет тесно, а там и дворик есть с небольшим садом и маленький огород. Ребенку будет где разгуляться и разбежаться. Мне некогда за всем этим добром ухаживать. Обидно, что тетушкино детище осталось без внимания. Ты не думай, денег я с тебя брать не стану. Живите сколько хотите. Только за свет и воду платите вовремя и порядок соблюдайте». Максиму пришлось по душе неожиданное предложение коллеги. Если бы они с Ариной переехали в дом, где могли бы жить бесплатно, то им удалось бы экономить немало денег, которые им понадобятся после рождения первенца. Вернувшись домой, Максим с воодушевлением рассказал жене о старом доме в пригороде и возможности жить там бесплатно. «Представляешь, там даже сад есть небольшой. Жаркими летними днями мы втроем сможем сидеть прямо на траве под раскатистыми яблонями и наслаждаться свежим воздухом, солнцем, сочными натуральными фруктами». Серега сказал, что его тетушка любила возиться в огороде, который там также есть. Восторженно говорил мужчина с горящими от предвкушения глазами. Арина искренне обрадовалась, услышав о том, что они теперь могут жить бесплатно в загородном доме. Женщина всегда мечтала о собственном доме и аккуратном уютном дворике, где могли бы бегать и беззаботно играть ее будущие дети. Она с радостью согласилась переехать в пригород, понимая, что это лучший выход из ситуации, в которой муж с женой оказались. Как только наступили выходные, Арина и Максим спешно собрали свои вещи и перевезли их в дом, который с первого взгляда произвел на них хорошее впечатление. Мебель в нем была недорогая, старая, но крепкая и удобная. Видно было, что в доме давно никто не жил. Не чувствовалось в нем человеческого тепла и уюта. Арина решила исправить это и принялась наводить в порядок, вооружившись тряпкой, шваброй и веником. Максим тоже не стал сидеть без дела и начал доставать из коробок вещи, раскладывая их по местам. Дом был переполнен вещами, принадлежавшими покойной тетушке Сергея. Максим тщательно собрал их и аккуратно положил в большую опустевшую коробку, чтобы отнести на чердак. Там царил настоящий хаос. Мужчина поставил коробку на пол и, весело напевая любимую песню, принялся разбирать хлам. Добравшись до старинного шкафа, покрытого вековым слоем пыли, он обратил внимание на коробку из-под обуви, которая лежала на одной из полок, когда остальные полки пустовали. Он раскрыл коробку, уверенный в том, что в ней находятся туфли сорокалетней давности. Но каково же было удивление Максима, когда он вместо обуви обнаружил аккуратно уложенные доверху пачки денежных купюр. Он изумленно ахнул, перебирая руками найденные в коробке деньги. Макс быстро схватил коробку с деньгами и спустился вниз, чтобы показать жене ошеломительную находку. «Дорогая, ты не поверишь, что я сейчас нашел на чердаке!» – потрясенно воскликнул он, заскочив в кухню, где Арина готовила обед. «Дай-ка угадаю, старые платья, которые бедная старушка носила во времена своей молодости?» «Нет?» «Тогда…» «Любовные письма!» «Тоже неправильно!» «Ну, значит, музыкальную шкатулку!» С любопытством ожидала Арина, подняв голову. «Нет, не угадала!» – загадочно произнес Максим и раскрыл коробку перед заинтригованной женой. Арина, увидев крупные денежные купюры, изумленно вскрикнула и шокированным взглядом окинула мужа, который восторженно улыбался. «О, Боже!» – радостно воскликнула она, выхватив из рук супруга коробку с деньгами. «Вот это удача! Сама судьба нас сюда отправила! Вот и решение всех наших проблем!» Максим тут же забрал обратно коробку и, бережно закрыв ее, наставительным серьезным тоном, сказал супруге. «Это не наши деньги. Они принадлежали покойной тетке Сергея и должны достаться ему, а не нам. Завтра же отнесу коробку на работу. Пускай забирает добро, на которое имеет полное право». «Ты с ума сошел?» – оторопела воскликнула женщина. «Ты хочешь отдать все найденные деньги своему коллеге, который даже не знает о том, что они есть? Наша семья тебе разве кажется такой богатой, что мы можем позволить себе играть роль доброго волшебника? Не смей отдавать Сергею эти деньги! В нашем холодильнике хоть шаром покати! Забыл об этом?» «Я не забыл», – огорченно пробормотал Максим, прижимая к груди заветную коробку. «У нас нет денег, да, но и чужих нам не надо. Давай мы пока не будем трогать их. Я подумаю о том, что нам дальше делать. Я постараюсь принять верное решение». Максим той ночью заснул, думая о деньгах покойной пожилой женщины и гадая, с какой целью она их собирала и хранила в таком странном месте. Мужчина был уверен в том, что та с трудом копила деньги долгое время, экономя на всем. Он чувствовал, что должен отдать коробку другу, но не мог решиться сделать это из-за жены, которую ему было жалко. Но той же ночью Максим увидел сон, который потряс его душу и навсегда остался в его памяти. Во сне к нему пришла покойная тетушка друга. Седоволосая женщина в длинном белоснежном платье крепко прижимала к груди коробку с деньгами и говорила Максиму о том, что эта находка не сделает его семью счастливой. Мужчина проснулся в ужасе и в холодном поту, который стекал по его спине. Он отнес коробку с деньгами на работу, намереваясь отдать ее Сергею, но сделать это ему не удалось. Оказалось, что Сергея неожиданно отправили в командировку. Мужчина весь день не сводил глаз в коробке, бережно ее охраняя, а вечером привез с собой обратно домой. Арина, узнав о том, что Сергея не оказалась на рабочем месте, окончательно убедилась в том, что сама судьба решила финансово помочь молодой нуждающейся семье. Теперь ты понял, что деньги должны достаться тем, кто их нашел. Ты принес их обратно. Это говорит о том, что мы спокойно можем потратить их. У нас скоро родится ребенок, а для него ничего до сих пор не куплено. У бедного малыша нет ни коляски, ни одежды, ни кроватки. Прошу, давай хотя бы купим кроватку для нашего будущего сына. Взмолилась женщина, проникновенно настойчиво глядя в глаза мужу. Я сказал, что мы не станем трогать чужие деньги, и это больше не обсуждается, – в негодовании воскликнул Максим и вышел из дома, чтобы успокоиться. Арина не стала больше спорить с мужем, поняв, что ничего этим не добьется. Утром следующего дня, когда Максим отправился на работу, она достала коробку с деньгами и взяла оттуда приличную сумму, которую собиралась потратить на будущего малыша. Женщина вызвала такси и поехала в большой детский магазин, который давно мечтала посетить. Но не успела она и одной покупки совершить, как ей вдруг неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание. Покупательницы быстро вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в ближайшую больницу. «Вам повезло, что вы попали к нам быстро, в противном случае могли бы потерять ребенка», – сказал врач, зайдя в палату Карине. «Нам нужно провести еще несколько обследований, чтобы понять, насколько все серьезно. Сегодняшний приступ может повториться в любой момент. Ваш ребенок находится в опасности, поэтому вы останетесь в больнице». Арина со слезами на глазах набрала номер мужа и позвонила ему. Как только в трубке раздался знакомый мужской голос, она с давленным, задыхающимся голосом сказала. «Прости меня, родной. Я не послушала тебя и достала из коробки немного денег, чтобы купить кроватку. Я не должна была этого делать. Ты оказался прав. Чужие деньги нас счастливыми не сделают. Я чуть не потеряла нашего малыша, мне теперь так страшно за него». «Не плачь, милая», – ласково, успокаивающе пробормотал Максим. «Я еду к тебе. Все будет хорошо. Главное, что ты не успела потратить то, что взяла». Максим помчался в больницу к жене и провел с ней весь вечер. Он долго пытался ее успокоить и убедить в том, что ничего страшного не случилось. Уходя, мужчина достал из сумки Арины деньги, не принадлежавшие ей. Максим положил их обратно в коробку и облегченно вздохнул. Вскоре Арине стало намного лучше. Когда ее состояние стабилизировалось, врачи отпустили женщину домой. Больше Арина не пыталась уговорить мужа потратить найденные на чердаке деньги. Хоть искушение еще оставалось. Судьба не раз испытывала супругов, пока Сергей был в командировке и деньги оставались у них дома. Сначала у Арины порвались единственные зимние сапоги и она осталась без теплой обуви. Женщине пришлось ходить в осенних ботинках до тех пор, пока Максим не получил аванс. Вскоре после этого пожилая мать Арины серьезно заболела и ей понадобились дорогие лекарства. В этот раз женщина не удержалась и попросила мужа разрешить ей взять деньги из коробки. «Я безгранично уважаю Варвару Никитичну, но чужие деньги трогать не буду», – упрямо ответил мужчина. «Мне сегодня предложили подработку, я соглашусь, хоть работать придется по ночам. Что поделаешь, надо помочь твоей маме». Максим с утра до вечера пропадал на работе, а затем ночами неустанно подрабатывал для того, чтобы его жена и будущий ребенок ни в чем не нуждались. Он так и не прикоснулся к деньгам бывшей хозяйки дома. Вскоре из командировки вернулся Сергей, который получил от Максима заветную коробку с сюрпризом. Мужчина онемел от неожиданности, раскрыв коробку и увидев в ней наличие купюр. Он ошеломленно посмотрел на друга и спросил его недоумевающим тоном. «Я же говорил, что разрешил вам жить в доме тетушки бесплатно. Откуда у тебя столько денег?» «От твоей покойной тетушки!» «Не смотри на меня так, я не сошел с ума!» Максим рассказал другу о том, как случайно обнаружил коробку с деньгами на чердаке, когда наводил там порядок. Сергей, не подозревающий о том, что его тетушка копила деньги и прятала их на чердаке, был потрясен. Его глаза сияли от безудержной радости, которую ему принесла на первый взгляд невзрачная старая коробка. Сергей долго перебирал купюры руками, все еще не веря в происходящее. Он поблагодарил друга за то, что тот с уважением отнесся к деньгам покойницы и не присвоил их себе. Максим остался доволен тем, что сделал, хотя в глубине души испытывал безотчетную грусть. Он был уверен в том, что его серая, унылая жизнь теперь никогда не изменится. Но хорошие новости друг за другом стали неожиданно к нему приходить после того, как он вернул деньги другу. Вскоре Максиму предложили выкупить его программу за очень приличную сумму, которой им могло бы хватить на первый взнос для ипотеки. А также, оценив его свежие идеи и необходимые знания, пригласили на должность ведущего программиста в одну весьма солидную фирму. Мужчина был горд собой и необычайно счастлив. Новая работа сулила ему высокую заработную плату, о которой он даже мечтать не мог, и, соответственно, улучшение условий жизни. Вскоре у супругов родился долгожданный сын, который к моменту появления на свет уже имел все необходимое – коляску, кроватку, игрушки и детские вещи. Спустя несколько месяцев Арина и Максим оформили ипотеку и переехали в собственный дом, где начали постепенно делать ремонт. Однажды, когда Максим выносил из спальни старую мебель, чтобы поклеить обои, обнаружил за полуразвалившимся шкафом необычный сверток. Развернув его, мужчина громко ахнул. Он не мог поверить в то, что снова нашел чьи-то деньги. Мужчина выскочил из комнаты и поспешил к жене, которая пекла блины на кухне. «Дорогая, ты не поверишь, что я нашел в спальне, когда выносил старую мебель!» – изумленным голосом воскликнул Максим. «Только не говори, что снова обнаружил чьи-то накопления!» «Именно!» – громко захохотал Максим, показывая находку. «И что теперь делать с этим добром?» «Что делать?» «Возвращать тем, кому оно принадлежит!» «Звони бывшим хозяевам квартиры, номер телефона найдешь в моем блокноте!» – решительно заявила женщина. Максим кивнул и быстро вышел из кухни, радуясь тому, что жена усвоила урок. Арина продолжила печь блины, думая о том, что в этот раз поступила правильно. Она поняла, что чужие деньги не принесут ни радости, ни счастья. Они лишь могут стать причиной страшных бед, которые не заставят себя долго ждать. Арина научилась ценить то, что у нее есть, и с надеждой смотреть вперед, искренне веря в лучшее. Хорошее, светлое, благополучное будущее вскоре стало для их семьи реальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова